Больших претензий к нему нет. Он впервые судим. Ну и, конечно же, какие-то замечания ему делаются, так как он еще не все знает и по правилам поведения в учреждении. Но, тем не менее, грубых нарушений с его стороны не допускается. Олег Навальный в тюремной библиотеке отрабатывает штраф в 500 тысяч рублей и ущерб, нанесенный компанией МПК более 4 миллионов рублей. Средняя заработная плата заключенного в Орловской области сегодня порядка 220 рублей в день. Трудоустроенных заключенных, таких как Навальный, более 60%. Эти цифры озвучил на пресс-конференции начальник регионального УФСИН Владимир Доронин. В Орловской области отбывает наказание 4000 осужденных. Более 1000 из них попали под амнистию. По действию амнистии, по предварительным данным, подпало 1146 осужденных, из которых 887 человек отбывают наказание, не связанное с изоляцией от общества и которые состоят на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 250 человек отбывают наказание в местах лишения свободы. То есть основная масса осужденных – это осужденные, у которых наказание не связано с лишением свободы. Порядка 70% таких осужденных уже амнистированы. Остальные выйдут на свободу в течение двух ближайших месяцев. Ожидают освобождение и шесть несовершеннолетних заключенных, отбывающих наказание в детской колонии в Шахово. Они – последние ее обитатели. Колония подлежит расформированию. Оставшиеся шестеро ждут решения суда об условно-досрочном освобождении. Потом их либо выпустят на свободу, либо переведут в Брянск. Саму же колонию региональный УФСИН закрывать не хочет. В Москву из Орла направили предложение по переоборудованию исправительного учреждения в колонию строгого режима для взрослых. Рассматривается вопрос закрытия нерентабельных и неперспективных учреждений в большей степени северных регионов, которые удалены очень серьезно, где трудно наладить бытовые условия. Шаховская колония для несовершеннолетних газифицирована, инфраструктура в ней развита. И это дает ей шанс на дальнейшее существование уже в другом формате. Илья Берева, Владимир Назрачев, телеканал Первый областной. Продолжение следует...